Из-за травм у игроков команды «Спартак» приехал на матч с «Саровым» в небольшом составе. Но это не помешало гостям открыть счёт на первой минуте матча. Гол стал неожиданностью для наших хоккеистов. Впрочем, саровчане быстро взяли себя в руки, сравняли счёт, а потом и вышли вперёд. На перерыв команды ушли со счётом 4-2. Начали, конечно, мы плохо, раскачивались долго. Первые 25 секунд сразу пропустили, но потом в следующей атаке я забил гол. Малых хоккеистов у них, во-первых. Ну, конечно, 9 человек оборона будет страдать. Ну, а мы немножко недооценили соперника, ещё раз повторюсь. И где-то моментики такие упустили на добивание, нам забили. В начале второго игрового отрезка саровчане постоянно атаковали ворота соперника. И несмотря на то, что вратарь гостей старался сдерживать натиск, нашим ребятам удалось забить. Но и игроки «Спартака» не сдавались и быстро сократили разрыв. В какой-то момент счёт на табло был равным. Лишь за минуту до конца второго периода павловчане пропустили шестую шайбу в свои ворота. Конечно, у нас не было особо сил, чтобы в нападении много времени проводить. Надо было сначала отстоять себя в пятером сзади, потом постараться в контратаку выбежать, забить, если получится. Где-то добавить вовремя ногами, где-то обыграть, если получится. Третий период отметился большим числом силовых приёмов со стороны «Спартака» и удалениями в составах обеих команд. С каждым ударом ворота гостей градус на льду накалялся. Но на четыре забитые соровчанами шайбы павловчане смогли ответить лишь одной. По итогам матча наши ребята сохранили лидерство в турнирной таблице с 18 очками. В следующий раз ХК «Саров» проведёт домашний матч 4 января с торпедой из Лыскова. Уважаемые любители хоккея, уважаемые болельщики, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и приходите болеть за нас на хоккей. Редакция канала «16» поздравляет тренера и игроков ХК «Саров» с наступающим Новым годом и желает ярких побед. А мы напоминаем, что посмотреть прямые трансляции и запись прошлых игр вы можете на нашем канале в Ютубе и группах в социальных сетях.